всем привет сегодня на обзоре очередная новинка от компании blow это модель p29 мне подписчики просили сделать обзор я там делал небольшие такие разговорные обзоры по покраске пистолетов и по тому как выбирать стартовый пистолет ну а сегодня мы посмотрим новиночку p29 то со стартовыми пистолетами знаком сразу узнают здесь и по формам и кол напоминает p29 но есть отличия мы отличаете потом посмотрим отдельно будет видео а сегодня у нас на обзоре модель от компании blow это модель p29 любезно предоставлена компании старт ганс ссылочка будет в описании на экране интернет-магазин старт ганс эксклюзивный представитель таких торговых марок как stalker кузей сюр ну бореда и по моему промокоду evil father можете посмотреть мы вы получаете пять процентов скидки на приобретение данной модели а также можете получить скидку 5 процентов на приобретение других моделей сразу повторюсь данный пистолет стартовый исключительно для стрельбы холостыми патронами некоторых подписчиков это бесит что я до блок perfection привет тебе ты уже переименовался уже у тебя другой ник на ю тубе но от этого суть не меняется это стартовый пистолет это не резинострел и не травматический пистолет и какие-либо переделки они влекут за собой не очень хорошие последствия а очень даже плохие последствия если там в комментариях люди писали правильно писали что если у вас найдут я сделаю отдельно видео я готовлю материал по поводу там самообороны как там писал тот же самый блок perfection что когда его будут убивать он будет отстреливаться из этого из переделанных пистолетов это будет не ребята не будет ни ничего если захотят вас как говорится гопнуть то гопнут и никакой пистолет не поможет а если еще найдут пистолет то это будет еще хуже я отдельно сделаю видео а так переходим значит к рассмотрению комплектация дополнительный магазин теперь все blow комплектуются дополнительным запасным магазином рекламка в этой рекламки раньше не было здесь видите появился trz 914 9402 также tr17 17 кай 17d срезанными затворами tr92 вот они такие будет тоже на обзоре ну что еще здесь в этой инструкции есть взрыв схема для любителей рассматривать как разбирать пистолет здесь такая общая инструкция она под этот пистолет немножко не подходит и так что можно рассказать по данному пистолету я посмотрел в интернете по боевым аналогом с которых могли делать мне первое что пришло это южнокорейские делу как 5 до делу не только выпускает машины но и выпускает оружие и данная модель к 5 было разработано там где-то с 84 по 88 года него разрабатывали восемьдесят девятом году модель к 5 было принято на вооружение в корее а в девяносто первом году эта модель вышла уже на мировой рынок только он модель уже называлась не к 5 а д п 51 и универсальная была под несколько калибров сделано начиная 9 на 17 потом 40 смит инвессон и даже 45 и себе длина пистолета боевого 190 миллиметров и вес 800 грамм сейчас мы посмотрим сколько весит наш пистолет без патронов и какая его длина но сразу скажу что длина у него меньше конечно чем 190 но смотрите вес у пистолета не привыкнут быстрому зуму 795 почти 800 это без патронов хорошо давайте снарядим магазин магазин у нас однорядный однорядный магазин и мы сейчас снарядим его естественно уже стрелянными патронами так открывайся коробочка шесть семь восемь 8 патронов 8 патронов 9 не влазит вот но 9 можно заслать в патронник идем даже с восьмым не не защелкивается давайте вы не 8 7 патронов всем патронов и 8 патронники так 830 у нас вес снаряженного пистолета полным магазином 7 патронов плюс один у нас находится в патроннике разрядим гильзы вылетают очень даже бодро все пистолет стал на затворную задержку патронов в магазине нет нажала случайно затворную задержку итак магазин у нас стальной это априори все магазины на стартовых я не встречал ни один стартовый у которого был магазин сделан там из сплава корпус у нас сплав рама сплав кнопка также сплав из стальных деталей у нас естественно выбрасыватель гильз вот он сделан из двух частей штифты где у нас штифты вот у нас штифты вот они магнитятся ну крепеж накладки болты накладка пластиковая перфорированная для удобства пистолет хорошо лежит как в левой руке так и в правой руке то есть он такой универсальный сделаны прицельные приспособления но пистолет даже пусть он стартовый все равно он должен иметь прицельные приспособления хоть они и не нужны для стартового пистолета целик мушка планка но она сделана не антибликовой дроссельное отверстие для выхода пороховых газов рычаг разборки ну давайте разберем посмотрим как он выглядит внутри и так поворачиваем рычажок наш извлекаем ну такой рычажок он выполнен из сплава вводим затвор приподнимаем у классическая разборка затвор пружина направляющая рама со стволом с патронником ствол и патронник идут одинаковые видите по диаметру давайте для любителей цифр для любителей цифр у нас диаметр патронника 15 миллиметров ну и также сама диаметр ствола ствол заглушен смотрим вот заглушка видно здесь видно металлическая я так подозреваю металлический лейнер да видите он отлично магнитится магнитится ствол с патронником и у нас есть у нас есть вот отражатель гильз он магнитится курке нет магнитной вставки хотя тут есть какая-то вставка но она не магнитится магнит прилипает к отражателю затворная задержка ну такая вот рама ничего тут такого навороченного нет простой направляющая с пружиной направляющая не магнитная направляющая у нас сплавить я уже извозил коллся в масле ну и затвор давайте смотреть так для любителей цифр задняя стенка почти пять миллиметров толщина передняя стенка здесь таким выступом вырезом не знаю как ее так промерить но вот здесь тоже почти пять это у нас видите затвор там фигурно вырезаны направляющие но достаточно крепкий затвор ударник такой мощный так всегда меня спрашивали про зеркало затвора видите магнит прилип штифт который держит экстрактор по экстрактору кстати сейчас мы соберем посмотрим можно будет определить наличие патронов патронов патронники или нет ну такая вот модель достаточно интересная сейчас мы его собираем так не по-другому не получалось захватываем нашу направляющую вставляем рычажок и пистолет собран так что я хотел проверить я хотел проверить так вы значит смотрите если у нас выступает здесь пальцем можно прощупать экстрактор значит патрона в патроннике нет ну чуть-чуть утопился но не сильно патрон вот блестит из отверстия компактная такая версия не небольшой пистолет удобно лежит в руке имеется предохранители эти он двухсторонний то есть как под левую я не левша мнение удобно вот вот правую удобно но с левой стороны тоже ведь он затворная задержка сброса магазина на магазине пятка магазина пластик но сделан еще такой подпорка под чтобы не соскальзывал мизинец потом мы сделаем сравнение с колом есть отличие вот есть отличие сразу там видно что и пола двухрядный магазин большой здесь магазин однорядный но тем не менее пистолет очень интересный компактный из серии компактность еще раз скажу что данная модель любезно предоставлена компании старт ганс для обзора на моем канале и по моему промо коду evil father можете получить 5 процентную скидочку при покупке данной модели а я с вами прощаюсь до новых обзоров пишите комментарии ставьте лайки можете ставить дизлайки это меня как бы не пугает я понимаю что есть хейтеры мы сейчас об этом поговорим про то про любителей переделок и всего остального но на сегодня пока blow p29 был на обзоре всем пока